Несмотря на многонедельные просадки в мире криптовалюты, эта неделя показала очень хорошие результаты. Дело в том, что такие активы, как биткоин, эфириум и долги коем выросли на 20%. И после этого многие инвесторы задаются вопросом, а стоит ли вообще сегодня инвестировать в криптовалюту? И в этом видео я попытаюсь ответить на этот вопрос и дать множество полезных информаций. Ну а если вы не хотите пропустить подобного интересного контента, то обязательно подписывайтесь на наш канал. Также у нас есть и телеграм-канал, где постоянно публикуются интересные статьи и новости из мира IT. Все ссылки будут в описании, ну а мы продолжаем. С периода 25 по 26 июля цена многих активов очень сильно изменилась. Например, биткоин вырос на 11%, с 34 по 38 тысяч долларов. Максимум составил 40 тысяч долларов, ну а совокупное увеличение за день составило 16,5%. В свою очередь эфириум вырос почти на 10%, с 2320 долларов по 2420, совокупное увеличение за день составило 14,5%. И третьим идёт любимая криптовалюта Илона Маска, и вдохновлённый мем о щенках доги коем вырос почти на 20%, с 0,026 до 0,2318. Конечно же, это очень хороший результат, учитывая, что всё это произошло в один торговый день. Как мы видим на графике, после значительного роста идёт плата с восходящей тенденцией, а затем идёт падение, что означает восстановление цены. Помимо этих трёх криптовалют выросли и другие активы, например, Binance Coin, Cardano, Ripple, Bitcoin Cash и Litecoin показали те же результаты, что не может не радовать. Что касается причин такого буйного роста, то многие специалисты сходятся во мнении, что именно Джефф Безос сыграл решающую роль. Дело в том, что недавно на конференции он заявил, что Amazon будет принимать биткоины и другие криптовалюты в качестве формы оплаты. Также недавно и другие технологические миллиардеры и криптолюбители, как Илон Маск и Джек Дорси, внесли свой вклад в их развитие. Оба заявили о том, что будут интегрировать криптовалюту в свой бизнес. На мероприятии миллиардеры заявили о том, что у них большие инвестиции в Биткоин, Эфириум и Доги Коин, и что они будут продолжать инвестировать в эти активы. Глава Твиттера Джек Дорси, в частности, заявил, что у компании на сегодняшний день три актуальных тенденции для развития. Это искусственный интеллект, децентрализация интернета и получивший глобальную популярность криптовалюты, и что они намерены лидировать в каждой из этих направлений. Теперь же давайте поговорим о том, стоит ли вообще сегодня инвестировать в криптовалюты. Самое первое, что хочу сказать, это данное видео не является инвестиционной рекомендацией, а является сугубо моим личным мнением. И что за все свои инвестиционные действия и за все свои риски ответственность берете только вы. И что осознав это, вы можете дальше продолжать смотреть это видео. Если мы посмотрим на график Биткоина за последний год, то мы сможем увидеть американские горки. В апреле цена достигла до 64 тысяч долларов за единицу. Дальше в июле она упала ниже 30 тысяч долларов. Эту тенденцию можно наблюдать и на графике других популярных криптовалют. И из этого всего можно сделать вывод, что сегодня крипта является очень волатильным активом. Вообще, если говорить о преимуществах крипты, то на мой взгляд, первое, это диверсификация вашего инвестиционного портфеля, и второе, что их все чаще принимают в качестве форм оплаты, и эта тенденция значительно растет. Если раньше о крипте говорил только Илон Маск, то сегодня к нему присоединяются такие миллиардеры, как глава Amazon Jeff Bezos и глава Twitter Jack Dorsey. Как уже многие знают, биткоин – это децентрализованная цифровая валюта, стоимость которой не зависит от какого-либо экономического и политического органа. Поэтому многие инвесторы рассматривают его как страховку от возможного экономического кризиса. И в мире неопределенностей это является также одним из его больших преимуществ. Кроме того, всего на рынке будет 21 миллионов биткоинов, поэтому по мере того, как добывается данная крипта, ее становится все меньше, соответственно, добыча становится труднее, и, соответственно, цена становится дороже. То есть уменьшение предложения приведет к увеличению его цены, особенно если будет расти и спрос. Поэтому ответом на мой последний вопрос будет однозначно «да». Несмотря на взлеты и падения, которые мы можем наблюдать на рынке криптовалют, они никуда не денутся, поэтому лучше присоединиться к ним пораньше. Также учитывайте тот факт, что инвестировать в криптовалюты нужно в долгосрочной перспективе и не нужно впадать в панику при каждой просадке. Вы можете начать с осторожного инвестирования в криптовалюты, купив несколько активов, которые наиболее всего привлекают ваше внимание или которые являются наиболее популярными. После того, как пройдет несколько дней, вы увидите, как они себя ведут и начнете играть с продажей. После того, как вы осознаете все, что я привел в этом видео, вы потеряете страх перед этим новым типом инвестиций и начнете свободно покупать данные активы. Данный способ подходит для тех, кто только начинает инвестировать в криптовалюту и хочет понять, как работает этот рынок. Ну а в целом, как я уже говорил, в этот актив нужно инвестировать в долгосрочной перспективе. Также одним из наиболее важных элементов является выбор наилучшей биржи. Это площадка, на котором вы будете, собственно, продавать и покупать все активы. На мой взгляд, сегодня самым популярным является биржа Binance. У него очень понятный интерфейс, который подходит как начинающим, так и опытным инвесторам. Ну а если вы хотите увидеть ролики, в котором я покупаю крипту и показываю, как это делать, то обязательно поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш канал и обязательно напишите об этом в комментариях. Так я пойму, что данная тема вам интересна. Ну а я, как всегда, не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok